Добрый день! Мы снова с вами встречаемся в царитинских оранжереях. Скоро весна, и уже сейчас можно подумать, как вы будете ухаживать за своими комнатными растениями, какими удобрениями удобрять. И сегодня я расскажу о поливах и подкормках растений. В наших оранжереях растут растения тропические, субтропические, растения влажных областей засушливых, и каждый из них поливается по-своему. Но если растение вдруг начало вянуть, желтеть, осыпаться, и вы видите, что это не повреждение вредителями, сразу же начинаете думать, что это недостаток полива или подкормки. Но не всегда это так. В первую очередь нужно исключить, что растение посажено в плохую почву. Грунь должен быть влагоемким, рыхлым, воздухопроницаемым. А если растение посажено в чистый торф, как часто бывает при покупке растений в магазинах, он имеет такую способность очень сильно пересыхать. И когда он пересыхает, торф теряет возможность впитывать воду и просто как губка пропускает воду через себя. Такое растение нужно пересадить. Второе — это недостаток света. Если растение стоит в темноте, оно будет желтеть и осыпаться. И как бы вы его не поливали и не подкармливали, оно не позеленеет. Оптимальная освещенность для комнатных растений от 2 до 6 тысяч люкс. В нашей оранжерее как раз такая освещенность. А зимой в пасмурное время, вот как сейчас за окном, освещенность всего 3 тысячи люкс. Если лампу выключить, то освещенность на подоконнике будет 1400 люкс. Там вот где я стою — 800 люкс. А совсем около стены — около 100 люкс. Всего-навсего. И вы можете представить себе, какая освещенность в ваших комнатах. На подоконнике, правда, она будет точно такая же — 1400 люкс. Но на расстоянии одного метра от окна и за тюливыми занавесками освещенность составляет всего 100 люкс. При такой освещенности растение вот как раз и желтеет. А световой день в январе всего-навсего 7 часов. То есть в течение 4 часов растения, стоящие на подоконнике, получают освещенность 1400 люкс. Поэтому особенно в зимние месяцы растение так важно расположить поближе к окну, чтобы оно получало достаточно света. Еще один выход из этого положения — купить лампы-досветки. Сейчас продают люминесцентные и светодиодные. Освещенность под ними на расстоянии 20 см от растения от 3 до 4 тысяч люкс. И этого освещения будет достаточно вашим растениям. Ну а теперь о самом поливе. Основные правила. Температура поливной воды должна быть комнатной температуры или на 1-2 градуса выше. Вода должна быть отстоянная. У нас она отстаивается в отапливаемом подвале. Поэтому вода у нас оттуда поступает теплая. Мы проводили агрохимический анализ своей поливной воды. И она соответствует всем стандартам. Она идеально подходит для полива. Она имеет низкое содержание хлора, низкое содержание кальция, невысокую концентрацию. Если же у вас чувствуете, что вода жесткая, вы должны свою воду профильтровать. Для того, чтобы определить, сколько воды нужно вылить в один горшок, можно проделать следующее. Горшок поставить на поддон и медленно, в течение 20 минут, полить его. Полить понемножку. То есть первый раз поливаем, горшок промачивается примерно вот так, до середины. Нужно промочить весь горшок, и чтобы вода вышла в поддон. На полив этого двухлитрового горшка ушло 500 миллилитров. Но вот часть воды вылилась в поддон. 100 миллилитров. Так нужно узнать полную поливную норму. То есть, допустим, если теперь вы будете знать, что для того, чтобы вам полить вот такой горшок объемом 2 литра, вам нужно миллилитров 400 воды. Но не обязательно как бы каждый раз по 400 миллилитров. Можно выливать за один раз 300 миллилитров для того, чтобы не было вот этого стекания в поддон. В нашей оранжерее цветы растут вот в таких 40-литровых горшках. Как бы такая максимальная поливная норма на один горшок в основном 2 литра. И то эти 2 литра нужно как бы вылить за два раза для того, чтобы вода не прошла в поддон, потому что потом очень сложно удалять воду из поддонов. А поливная норма растений растущих 400 литровых бочках от 7 до 10 литров. Но в то же время, если мы эти растения, иногда олеандры, выставляем на улицу, то поливная норма составляет 20 литров каждый день, потому что растения быстро пересыхают. Здесь в оранжерее воздух влажный и полив, конечно, меньше. И, конечно, разница в поливе зависит от времени года. В летнее время полив более обильный, чем зимний, примерно в 2-3 раза. В летнее время у нас два основных полива. В пятницу и в понедельник. Основной полив — это когда растение проливается почти так полностью. В остальные дни недели идёт выборочный полив. В первую очередь летом подсыхают растения, которые растут вдоль окна. И такие растения, как тропические лианы, которые имеют очень мягкие, нежные листья, тонкие стебли, корни тонкие, они не могут нигде накапливать воды. И буквально за несколько часов они могут подвять, если им не хватает воды. Значит, ещё одна тропическая лиана, кобея лазящая. Видите, сколько у неё много листьев. Листья очень нежные и тонкие. И это растение нужно поливать летом каждый день, а порой даже и после обеда ещё один раз. А напротив растёт пеларгония королевская. И, казалось бы, она стоит на самом санцепёке. У нас есть система зашторивания, с помощью которой мы защищаем растения. А пеларгонию мы защитить не можем. И она у нас стоит на самом санцепёке. Но это пеларгония, родом из Южной Африки. Она имеет довольно-таки толстые стебельки, корни. Листья у неё опушённые, и она приспособлена для засухи. Это растение мы поливаем летом в неделю 3-4 раза, а кобеи поливаем каждый день. Рядом стоит гибискус. Листья у него полив летом примерно через день. Акротон имеет большие жёсткие листья, но посажен в 400-литровое кашпо. Объём почвы очень большой, и ему летом достаточно полив 3 раза в неделю. Растения, которые стоят у стены, как вот этот псевдорантеум, они не так сильно высыхают, и поэтому у них полив два раза в неделю летом, а зимой один раз. Циперус очереднолистный, несмотря на то, что стоит около самой стены, но правда получает досветку от ламп, родом с тропической Африки, растёт по берегам Нила. Растение, можно сказать, водное, и его поливают каждый день, и летом, и зимой. Рядом растёт спатифилум. Когда он у вас растёт в небольшом горшке, то его лучше поливать с небольшим подсушиванием. То есть вы его полили, и в следующий раз поливаете тогда, когда верхний слой грунта подсох буквально там на 1 см. Но наш спатифилум имеет вот такой большой объём, и если его не поливать каждый день, несмотря на то, что он стоит около стены, он сразу же начинает вянуть. Растение вот такое густооблиственное, оно требует, особенно в летнее время ежедневного полива. И даже в зимнее время полив раза 4 в неделю. Сейчас мы находимся в центральном зале первой оранжереи. Летом растения, стоящие вдоль стены, поливаются 3 раза в неделю, зимой 1 или 2 раза в неделю. Растения, которые стоят вдоль окон, они поливаются немного больше. Наш рекордсмен по поливу бимерия серебристая. В летнее время, почти ежедневно, ей нужно ведро воды. И в самые жаркие дни порой этого ей бывает мало. Первыми это замечают смотрители, потому что листья у неё сразу же начинают повисать. Они это замечают, зовут наших сотрудников, и это растение дополнительно получает ещё 5 литров воды. Этому растению уже 8 лет, и полтора года назад мы его обрезали, потому что крона его была в 2 раза больше, чем сейчас. Но вы видите, что произошло. За полтора года оно снова возобновило себя почти в том же самом объёме. Оно было обрезано вот на таком расстоянии, вывезено на улицу. Ну и вот представляете, сколько ему нужно воды, чтобы за полтора года снова вырасти вот так в условиях оранжереи. Ну вот снова растения, растущие вдоль окна. У Айтфелде удлинённое, тропическое растение, густо облиственное, с такими нежными листьями, полив в летнее время каждый день. В зимнее время тоже где-то 4 раза в неделю. И трахикарпус, пальма трахикарпус, нам тоже приходится поливать в летнее время каждый день. Но связано это уже с тем, что корни у неё настолько разрослись, что бочка фактически состоит из одних корней. И приходится каждый день, можно сказать, увлажнять эти растения. Немного поливаем, буквально 2-3 литра, и вода вытекает. Если не поливать, то листья, они сразу же начинают опускаться у трахикарпуса, и если они уже опустятся, больше не поднимутся до тех пор, пока их не срежут. Поэтому за поливом пальм приходится следить. Следующее растение, вот кофе, тоже очень густо облиственное, и в летнее время его поливают каждый день. В зимние 3 раза в неделю. Ну, то есть вы видите, какая разница между зимним и летним поливом. А бегонии у нас растут в центре зала. Освещённость здесь гораздо меньше, солнце не припекает. Горшок у бегонии большой, тоже или 40-литровый, или 25-литровый. Но хочу сказать, что половину объёма горшка занимает керамзит, поэтому как бы у неё такие условия для корней хорошие. Но даже в летнее время мы её поливаем всего два раза в неделю, а в зимнее время один раз. Этого ей достаточно. В зимнее время температура в этой оранжереи 18-20 градусов, поэтому полив он как бы не совсем отличается от летнего. А в виноградной оранжереи у нас растут субтропические растения, цитрусовые и кактусы, которым тоже нужна прохладная зимовка. Температура содержания этих растений 13-14 градусов днём и 12 ночью, поэтому полив там сокращается резко. Цитрусовые поливают один раз в 7-10 дней. Кливия у нас там растёт. Её поливаем один раз в 2 недели для того, чтобы она подсохла, потому что в марте она должна зацвести, а для цветения вот нужна такая подсушка. Кактусы в зимние месяцы поливаем один раз в месяц, а другие суккуленты, гастерии, хавортии, иониумы поливаем один раз примерно в 10 дней. Основное, на что нужно ориентироваться при поливе, то что перед следующим поливом верхний слой почвы должен просохнуть на 1-2 см. Почва в глубине горшка должна оставаться сырой, и тогда растения не завянят. И теперь я расскажу про удобрения, без которых не было бы такой красоты. Основные правила подкормки. Что нельзя делать? Нельзя подкармливать больные растения, только что пересаженные, растения, которые находятся в состоянии покоя. Допустим, сейчас наши растения, виноградные оранжереи, цитрусовые кактусы не подкармливаются в зимнее время, потому что температура там 13 градусов. Нельзя подкармливать растения, если грунт у них сухой. Мы свои растения поливаем накануне, если подкормку проводим в пятницу, в четверг такой слабый полив, чтобы посмотреть каждое растение, чтобы оно было готово к подкормке. Или же можно в домашних условиях за 1-2 часа чуть-чуть смочить высохшие растения. Молодые растения подкармливаются растворами слабой концентрации. И растения, которые плохо влияют на высокую концентрацию солей, они тоже подкармливаются растворами слабой концентрации. С марта по август подкормки проводим 1 раз в 2 недели. В осеннее время 1 раз в 3 недели. В декабре и в январе, вот в этой, в первой, во второй оранжереи, где температура все-таки держится 18-22 градуса, одна подкормка в месяц. А в виноградной оранжереи, где растения сейчас находятся при температуре 14 градусов, в декабре-январе подкормки вообще не проводим при такой температуре. В магазине большой выбор удобрений для комнатных цветов. Это удобрения для декоративно-лиственных и для цветущих растений. Они могут быть в жидком виде и в сухом. Самый идеальный вариант иметь дома, допустим, жидкое удобрение, но трех видов. Вот это удобрение для цветущих растений, точно такое же для декоративно-лиственных и для кактусов. Имея 3 таких удобрения, можно как бы подкармливать все виды растений. Вот у меня в руках замечательное удобрение и тиса. Его очень любят фиалководы. Ими можно подкармливать как обычные цветущие растения, пеларгонию, гибискус, так и растения, которые требовательны концентрации солей, орхидею, фиалки, бромелевые, ихмею, вриезию. Но для этого нужно разбавить этот раствор в 2-3 раза, чтобы концентрация была поменьше. Такое же удобрение для декоративно-лиственных растений можно использовать для самых обычных пальм. И в то же время для нежных тропических папоротников, для марант-колотей, для которых концентрацию также нужно разбавить в 2 раза. А удобрение для кактусов, оно особенное, там фактически нет азота, или очень низкое, или совсем нет. И лучше для кактусов покупать отдельное удобрение. Можно покупать удобрение в виде такого кристаллического порошка. В чем его плюс? То, что оно очень долго хранится, но и более дешевое. Они также бывают для декоративно-лиственных, для цветущих. Бывают отдельные, для симполи, для орхидей. Но в принципе их точно так же, как и жидкие удобрения, можно применять на орхидеи, только снизив концентрацию в 2 раза. Большой плюс этих удобрений, что они могут храниться неограниченно долго. На этом столе представлено удобрение, которыми пользуемся мы. Всех их объединяет одно, что это комплексное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов. Здесь есть и азот, который стимулирует вегетативный рост растений, и фосфор, который способствует лучшему корнеобразованию и цветению. Калий, который нужен для подношения магний, который участвует в фотосинтезе, кальций, который тоже нужен для многих растений, допустим, для луковичных и для овощных. Здесь также полный состав микроэлементов в хилатной форме, в той форме, которая наиболее доступна для растений. В общем-то, вот это целый коктейль всего, что нужно растению. Как мы используем эти удобрения? Каждое удобрение имеет свою формулу. Азот, фосфор, калий. Мы начинаем свои подкормки вот примерно с такого удобрения, у которого фосфора меньше, чем азота. Универсал голубой, 18% азота, 11% фосфора и 18% калия. Есть еще магний и микроэлементы. Универсальное удобрение нутрисол с формулой 20 азота, 20 фосфора, 20 калия плюс микроэлементы. Он содержит все элементы в одинаковом соотношении и подходит как для цветущих, так и для декоративно-лиственных растений. Удобрение с такой формулой, когда много фосфора, формула 15-30-15, применяется на начальных стадиях вегетации. Повышенное количество фосфора препятствует лучшему развитию корней. И, кстати говоря, такое удобрение очень хорошо вносить с внекорневой обработкой. Вы обрабатываете листья, а растут корни. И еще, так как много фосфоров, это удобрение способствует цветению. А эти удобрения мы применяем для лучшего цветения и плодоношения. У них повышенное содержание калия и фосфора. Фертико-люкс. Вот такой вот нутрисол. Здесь еще есть кальций и магний. Это удобрение очень хорошо применяется для подкормки помидоров, перцев. Они у нас есть в овощном зале. Для подкормки земляники. И вот еще очень замечательное удобрение. Универсол фиолетовый. 30% калия тоже, который способствует цветению и плодоношению. Акварин номер 15. Почему он так назван? Потому что каждое из этих удобрений, оно имеет, как вы заметили, очень много разных формул. И вот этот акварин номер 15 есть еще 16. Вот этот акварин с очень небольшим содержанием азота 3% и большим содержанием калия. Он идеально подходит для подкормки кактусов. Но концентрация у него очень небольшая. Половина грамма на литр для кактусов должна быть. Вот такое удобрение Яра-Мила-Комплекс мы используем, когда готовим грунт для растений. Вносим в почву гранулы. В каждой гранулы содержат полный набор макро- и микроэлементов. Для листовых подкормок мы используем такое замечательное удобрение, как спитфол-амино-вегетативный, спитфол-амино-цветение и плодоношение и спитфол-амино-старт. По названиям понятно, что тот, который вегетативный, им делали некорневые подкормки для декоративно-лиственных растений. Чтобы усилить цветение, применяется спитфол-амино-цветение и плодоношение. А спитфол-амино-старт с повышенным содержанием фосфора лучше применять на молодых растениях. Нам очень понравилось делать не только в некорневой обработке, но также вот этими удобрениями мы делаем подкормки сенполий и орхидей, которые очень отзывчиво на эти удобрения и начинают цвести. Мы проводим подкормки удобрениями с раствором 1,5 грамма на литр. Это основная наша концентрация. Больше концентрации мы не подкармливаем. По объему на 1 литр это вот столько. Конечно, когда я развожу удобрения в баке в 1000-литровом, это 1,5 килограмма. Но выглядит раствор вот так. Еще плюс вот этих комплексных удобрений в том, что они окрашены. И даже по цвету можно понять, какая концентрация у раствора. И как я уже говорила, такие растения, как синполия, орхидеи, тропический парк, папоротники, маранты. Они подкармливаются раствором концентрации в 2 или 3 раза ниже в зависимости от условий. Ну а здесь представлены регуляторы роста, которыми мы пользуемся. Регуляторы роста усиливают рост растений, цветение, плодоношение и устойчивость к разным неблагоприятным условиям. В первую очередь это циркон, который применяем для полива под корень. Эпином в основном обрабатываем по растениям. Особенно хорошо, когда какие-то неблагоприятные условия. После продолжительной засухи или иногда бывает, что зимой холодно, и после этого неплохо провести такую обработку. Попробовали регулятор роста HB101. В принципе, он нам тоже понравился. Но применять нужно его регулярно, с периодичностью 1 раз в 10 дней, хотя бы раз в 5. Тогда эффект заметен. Еще один регулятор роста Ребаф Экстра. Корневин тоже относится к регуляторам роста. Его мы используем при черенковании растений. Лигангумат калия – продукт переработки целлюлоза. Применяется в небольшой дозе, буквально 1 грамм на 10 литров воды. Но гуминовые кислоты и фульвокислоты, из которых состоит как раз этот препарат, стимулируют поглощение корневыми волосками, тех питательных веществ, которые содержатся в почве. И пролив под корень этим препаратом очень дает хороший положительный эффект. Из органических удобрений мы применяем только биогумысферный компост, продукт переработки дождевых червей. И его используем при приготовлении почвенной смеси. Бионекс – ферментированный куриный помет. Но это порошок абсолютно без запаха, стерильный. Но это порошок без запаха и абсолютно стерильный. Его мы применяем исключительно на винограде и на овощных растениях, где он тоже показывает очень хорошие результаты. С помощью правильной агротехники, удобрений и добрых рук наших сотрудников растения радуют своим внешним видом, цветением и плодоношением. В разное время года у нас можно увидеть, допустим, в декабре созревающий банан, в январе цветущую вишню, цикламена. И зайдя в нашу оранжерею в любой месяц, вы откроете для себя новые цветущие растения. Приходите к нам в оранжерею за хорошим настроением и успехов выращивания комнатных растений!